Известно всем, что о здоровье любого общества судят по людям, составляющим его. Молодые люди – это будущее нашего общества, и от него зависит, каким оно будет. Ни для кого не секрет, что молодежь подвержена разного рода антисоциальным явлениям – алкоголю, табакокурении, наркомании и половой распущенности, которые приводят подражание звездам шоу-бизнеса, для которых такое поведение уже давно в порядке вещей. Немаловажным фактором, занижающим планку дозволенности, является и современная мода, которая диктует свои законы. Это и тесные облегающие футболки, и штаны с максимально заниженной талией, и, наконец, шорты, в которых можно встретить ребят повсеместно, на пляже и на улицах города, в кино и в учебных заведениях, а в последнее время и в мечетях, что очень удивляет, ведь мусульманину предписано религией – закрывать свое тело от посторонних взглядов. Независимо от половой принадлежности. Когда человек задает вопрос, можно ли отводить шорты, естественно, подтекст этого вопроса звучит так. Разрешается ли, например, мужчине показывать то, что не прикрывает шорты? Все другое, кроме того, что прикрывает шорты. Шорты, конечно, они бывают разные, но здесь, наверное, скорее всего, речь идет о тех шортах, которые закрывают все, что находится между коленом и пупком. Вот это место. И человек, вот задавая этот вопрос, значит, называя только это место ауратом, он ошибается, поскольку как мужчина, так и женщина, для них аурат отличается в зависимости от того, в каком месте они находятся, перед кем, где, в каком обществе они находятся, и вот чем они собираются заниматься, например, буквально. То есть, допустим, женщина, когда для намаза у нее аурат отдельная, для мужа у нее аурат другая, перед близкими родственниками у нее аурат другая, имея в виду родственники, за которых она замужем, выходить не имеет права по шариату. Значит, перед немусульманками у нее аурат другая, и так далее, и так далее. Также у мужчины тоже отличаются. Но почему-то мужчины, когда говорят, например, об аурате, они, вот, буквально все, что находится между коленем и пупком, и все, на этом мужчина ограничивается. На самом деле, для мужчин тоже, также этот аурат отличается. Мы знаем, что для женщины, например, в намазе аурат, это все тело, кроме лица и кистины. Значит, перед близкими родственниками, за которыми она замужем уходить, права не имеет, это как у мужчины тоже, то, что между коленем и пупком. Это аурат, а другой это не аурат. Но, тем не менее, нельзя сказать, что ей, например, показывать свои груди братьям и родителям ходить там дома, разрешается тоже, да? Это имеется в виду, когда необходимости скормить ребенка, например, да, там, и так далее. Или же, когда она готовит еду, убирает дом, делает порядок, ей нужно, например, как-то застучивать рукава, завязывать платок назад и так далее. Когда она стиркой занимается, вот в этих местах для нее какие-то облегчения есть. Что касается, например, немусульманок, перед ней у этой женщины аурат такой же, как и мужчины. Что касается аурат женщины, для чужих людей вообще, это целиком, значит, ее тело полностью. Поэтому и мужчина тоже, в зависимости от того, где он находится, вот у него аурат тоже отличается. Вот как раз таки, вот этот аурат, о котором мы все говорим, то, что между корнем и пупком, у мужчины аурат, это аурат в намазе. Поэтому, значит, если что-нибудь, например, из этого аурата появится, у этого человека намас портится. Что касается его аурата, например, когда он наедине, это только половые органы. Значит, если человек, например, закроет, когда он наедине дома, никого дома нету, закроет свои половые органы, значит, человек будет чист от греха. То есть он не будет считаться человеком, который показывает аурат. Когда человек намазе или в тавафе, значит, мы тоже сказали. Вот поэтому, объясняя этот момент в книге Баджури, то есть есть такая книга, которую написал Ибрахиму Баджури, рахмахуллах, эта книга является толкованием книги Ибну Хасим, а Ибну Хасим является толкованием книги Абу Шуджа. Абу Шуджа – это известная книга, которая в Дагестане, вот буквально в подготовительных курсах, которые наши, в исламском курсе, которые учатся ребята, они проходят ее. Значит, это известная книга, вот в этом книге вот Ибрахиму Баджури пишется именно объяснение, как понять этот момент. Вот я ее сейчас, иншаллах, прочту. Ва аврату раджули ма абайна сурати варахватихи. Это Ив Абу Шуджа сказано, что аврат мужчины это то, что между коренем и фубком. Ай, то есть, Ибрахим Баджури объясняет, ай фи нахвис-салаты кат-таваф. Значит, это как, это в намазе говорит, это аврат. Как и в тавафе тоже, авт тоже, который вокруг Каабы совершается, это тоже богослужение, намаз тоже богослужение, где человек, обязан закрывать аврат. Дальше говорится, ваказалика инда риджали, ва инда ниса иль махарин. Также это является, значит, то, что между коренем и фубком, это аврат является перед мужчинами, то есть, чужие мужчины там, и перед женщинами, которых он в жены брать не может, близкие родственницы, совсем близкие родственницы, которых он в жены брать не может. Перед ними тоже это аврат. ва амма аинда ниса иль аджаник, что касается женщин, далеких женщин, которые не являются близкими родственницами для него, которых он может в жены брать, вот эти женщины, фа аврату ху джамиру баданихи, его аврат это все тело. Как и для мужчины, вот целиком тело женщины аврат, так и для женщины все тело мужчины аврат, когда они чужие, понимаете, когда они, например, не женаты. Поэтому вот сейчас давайте скажем тем людям, если такой есть функция рати, можно ли этим людям одевать шорты. Да, мы видим, например, в мечетях тоже некоторые в шортах умудряются заходить. Там-то мужчины, мы скажем, а с мечети как он выйдет? Там же прямо во дворе мечети женщины бывают и так далее. Поэтому я хочу сказать, это очень такой, ну, не присуще для мусульманского поведения. Вот этот человек, этот человек, который вот в шортах именно на улице ходит, это все равно, что женщина, которая, например, да, вот, которая прочитала в книге, что ей разрешается показывать свои груди братьям, она со своими грудями ходит по тротуару там, или по проспекту. Это на это похоже. Потому что ее аурат, да, это не аурат для братьев, это не аурат для ее ребенка, там, когда она кормит, это не аурат. Но для других это аурат. А у этого человека, например, то, что, например, между коней и упоком, это аурат в намазе. Но вне намаза, когда чужие женщины его видят, значит, вот это уже является... Является и для них харам, на него смотреть, как, например, груди показывают чужим мужикам, женщины харам, вот так ему тоже показывают, женщинам это харам. Поскольку как же, не бывает же так, чтобы он на него не смотрел, и он ноги не мог показывать. Всевышний милостив, и для своих созданий, он создал облегчение, для определенных мест и случаев. Но возникает вопрос, для общения с Аллахом, в самых дорогих местах, которым является мечети, человек может приходить в таком виде. Тогда почему же для общения с созданиями он должен прикрываться? Дело в том, что намаз, когда человек общается с Аллахом, этот намаз на него лежит как долг, от которого он никуда идти права не имеет, и он ее обязан совершать пять раз в день. И в мире, например, нет уже такого человека в наше время, который не обязан намаз делать. Таких нет. Значит, люди в своих возможностях тоже отличаются друг от друга чем-то. Поэтому Аллах для исполнения обязанностей облегчил это мусульманам, поскольку эти мусульмане могут завершить закрытый аурат где-то и вот в таком виде находясь дома делать. А что касается показывать себя чужим женщинам, человек спокойно может обойтись, не показывая себя чужим женщинам. Он может обойтись. Если нечем прикрываться, пусть сидит дома. Примерно вот так. Поэтому тут, конечно, разница совсем другая. И еще один момент к этому тоже. Любой человек, дело не в том, что он закрывает себя от Создателя, потому что от Создателя то, что в сердце тоже невозможно скрывать. Дело в том, чтобы человек старался с закрыванием аурата соблюдать адап общения. Только вот это. Именно в зависимости, когда речь идет о намазе, о богослужении, там он должен проявить. Примерно, когда, например, человек одет, человек с него, допустим, упала одежда, уронил одежду, он же как-то закрывается сразу. Он же так не шагает, он старается закрываться. Именно, а бессовестный человек, он не закроется, он еще дальше будет шагать. Правильно же? Вот эта разница в поведении, разница в стеснении, вот это и проявление, вот это уважение к общению, это важно в намазе. А что касается, например, показанных от других, это он людей, например, притолкает насмотру. Представьте себе, когда в дом пророка, саллиллаху асламом, заходил один слепой сподвижник, пророксал Аслам своей жене, сказал Аиши, иди спрячься за занавесью. Тогда говорит Аиши, он же слепой. Пророксал Аслам говорит, ты же не слепая. Поэтому, например, пусть чуточку думает, да, например, мужчина, который одевает вот эту, вот эту ерунду, пусть думает. Аллаху Та'ала вот эта страсть, именно вот это желание по отношению к другому полу разделил на 10 частей. Один частей дал мужчине, девять частей дал женщине. Девять частей дал женщине. Например, когда мужчина, я говорю мужчина, настоящий мужчина, когда видит мизинец, например, ноги, у него движение начинается в сердце, он дергаться начинает, нормальный мужчина, у него кипять начинает внутри, не говоря о том, что когда он увидит там ногу и выше. Я говорю, женщина, которая девять раз больше страшна, чем мужчина, когда она увидит в трусах человека, у нее что будет твориться? Это же человек, который ходит, например, вот этот, это есть, он несет смуту и для женщин, и для мужчин. Есть обязанности, которые между Робом и между Аллахом, есть обязанности, которые между людьми, которые мы с вами должны с вами. Что касается обязанностей, хотелось бы знать, с какого возраста она возлагается на человека, ибо в наше время можно увидеть подростков, которые по своему виду давно уже не дети, но и они сами, и их родители продолжают относиться к ним, как к маленьким, и в общении, и в поведении, и при покупке различной одежды. До семилетного возраста это тоже взято из того, что вот обычно, как это бывает, поскольку когда в книгах мы читаем, например, да, возраст, где ребенок, например, там, когда омовение от ребенка портится и так далее, там говорится, когда, например, если мужчина увидит этого ребенка, у него появятся такие мысли, взрослые мысли, когда появляется, начинает. Поэтому семилетний возраст – это планка. С семилетним возрастом тут уже все обязанности применяются к этому ребенку, но за это отвечают просто родители, не ребенок. Ему, его карандаш начинает работать с совершеннолетия, значит, к нему применяется вот это как греховность и так далее, только. Ну, а родители обязаны это, например, и закрывать, и все остальное тоже именно в таком возрасте. Но это не означает, что эти дети до этого возраста голыми мы должны оставлять. Нет. Эти дети, когда с момента рождения, если их не привлечет к закрыванию обрата, они уже вот с возрастом, у них это тоже вот, этот стыд пропадет. Поэтому с момента рождения оттуда уже нужно их научить тому, чтобы эти дети были прикрытыми, закрытыми, хоть пускай им будет годик-два-три и так далее, и так далее. Значит, вот она обычно говорит, ребенок все, что берет вот эту информацию, она от двух до трех лет берет. В этом возрасте тоже нужно за ними следить, конечно, но в шафельском амазабе сам по себе колено не входит в обрат, и пупок тоже не входит. Но тем не менее, час колена и час пупка человек должен закрывать, иначе не будет считаться закрыванием обрата. Например, выше колен человек, например, это уже, он не будет считаться человеком, который закрыл обрат. Бывает так, что человек может стоять, это у него закроет обрат. Человек сядет на сужда, а они обычно, что они поднимаются вверх, в это время показываются, и поэтому у этого человека не получится это. Необходимо, что когда человек делал намаз, чтобы у человека были закрыты, значит, колени и пупок тоже. На уровне пупка вся спина тоже. Вот так необходимо, чтобы было закрыто. Вот в ханафистском амазабе, вот этот момент очень строго, там целиком вообще начало коленей нельзя видеть. Колени тоже входят в обрат, у них еще ниже должно быть это. Значит, поэтому, когда вот люди некоторые, когда омовение делают, мы видим, что они там заворачивают оживущий колен, это тоже, эти люди совершают грех, показывают обрат, колени должны быть закрытыми и от мужчин тоже. Значит, и нет для этого облегчения, где-то как-то, особенно, когда человек в мечети омовение делает. Одно дело, когда у себя дома в бане человек омовение делает. Действительно, обязанность для того и вменена всевышним, чтобы неукоснительно соблюдать ее. И никакие отговорки типа «очень жарко» или «мне эта одежда не по карману» не отменяет этих обязанностей с человека. Ведь на заре ислама на Аравийском полуострове было не менее жарко, и люди не имели такого достатка и такого выбора, который мы имеем. И тем не менее, они не ходили, не прикрыв своего тела. Были случаи, когда сподвижники носили одну одежду для выхода из дома, и пока один ходил по своим делам, другие оставались дома, поскольку им нечем было прикрыть свою наготу. Видите ли, когда мы говорим о таких людях, все-таки вместе же нужно вспомнить возможность тоже. Допустим, когда хороший человек, очень хороший человек, который, например, является примером подражания, из-за того, что у него нечего одевать и голым он намаз делает, нельзя же сказать, вот он тоже голым делал, мы тоже голым должны намаз делать, да? Вот, допустим, говоря о пророке, «Говоря о пророке», когда Усмана Соберя, Ради Аллаху Анау, появлялся, говорит, «Пророк ноги прятал». Ноги прятал свои. Ноги не оврат. Он прятал. Когда, вот, Абу Бакар, Ради Аллаху, Умар, Ради Аллаху Анау, заходил, он не прятал. Когда пророка, Мы спросили, почему, говорит Русман Астап, когда появился тебя прячут. Русман Астап – это человек, от которого на небесах ангел стесняется, сказал этот пророк. Такой человек. Поэтому бывает, вот так, пророк нам указал определенные моменты, да, определенные моменты. Эти люди буквально, вот, начиная от Абу-Бакара, у них из-за того, что нечего было одевать, они порой, как это называется, брали, это скатерть, что ли, палас, палас, да, вот, который на полу бывает, ею заворачивали себя и делали зиярт к пророку, саллиллах ассалам. У них было вот такое положение. Значит, и вот, ислам же, он не только там на 10 лет, на 100 лет, на 200 лет, как другие религии, например, да, которые там на 100, 200, 300 лет, там, пока не придет другой пророк. Ислам – это религия, которая будет до судного дня. И это религия неопределенного народа, как некоторые думают, например, как ислам – это религия арабов и так далее. Нет, ислам – это религия и арабов, и уйдеев, и всего мира, потому что Мухаммад, саллиллах ассалам, пропускал ко всему миру. Поэтому, что хочется сказать, раз такая религия, которая до судного дня, там все вот эти детали взяты, вот, как бы, чтобы она подходила ко всем временам. Там рамки поставлены Всевышним Аллахом. Но что лучше делать, это уже нам передано. Поэтому, когда мы видим вокруг столько материала, есть разве проблемы в одежде, суши? Есть проблемы вообще прикрывания обрата, нет уже никаких проблем. Поэтому, почему же не закрывать целиком? Почему тремя слоями не закрывать? Понимаете? Поэтому нужно закрывать, вот, минимум, два слоя одежды на человека должно быть. Мы видим, как взрослые, молодые ребята, суши, крепкие ребята делают намаз и в одежде тянут свою футболку, зад, чтобы там зад прикрывать, там стараются, потому что они нагинаются, спина появляется, намаз портится. Намаз это, это, это такое обязанность Всевышнего Аллаха, и такой подарок для человечества. Это вещь, которую мусульманина и не мусульманина, например, определяет физически. Да, вот такой вот обряд, это намаз. И человек этот намаз делает в таком положении, да, получилось, не получилось, там, держится, там, за футболку и так далее. Возьми майку, одень длинную майку, чтобы хоть сальто делал, чтобы у него спина видно не было. Так же можно это все делать. Поэтому нам нужно делать так, чтобы мы закрывали все тело, рукава. На голове был головной убор, были носки на ногах. Вот в таком положении делали намаз. Вот так нужно намаз делать. Согласно хадису пророка, кто уподобится кому-либо, тот из них. Так давайте же уподобляться любимцам Аллаха, святым Авлияам, Алимам, Устазам, которых на земле Дагестана было немало. И которые всегда были примером для подражания. Если бы представителям старшего поколения лет 10 назад сказать, что их дети или внуки будут выставлять свои чести тела на показ, они бы, наверное, обиделись или затеяли драку. Так что же случилось за эти 10 лет, что мы так спокойно смотрим на это? Выставление тела на показ со стороны женщины мужчина воспринимает это как хорошее легкомысленное поведение женщины. Да, в ней есть какое-то желание совершать прелюбодеяние зина. Именно так воспринимается. Поэтому мы, например, мужчины по улице, женщин, проституток определяем именно по их одежде тоже. Так пусть знают, что выставление своих органов на показ со стороны мужчины тоже, это маленький какой-то намек на то, что в этом человеке сидит какой-то гомосексуализм. Например, люди удивятся, наверное, сейчас, как так и так далее. Я хотел бы насчет этого тоже из книги почитать. Ибн Аббас, разли Аллаху ангума, говорит, вот народ люто, али ислам пророка, то есть весь мир знает, что случилось с жителями Содома и Гаморры. Вот именно жители этого города. У них были следующие привычки. Укладка волос и распускание верхней пуговицы. Обратите в это внимание. И на штанах, и на рубашках. Вот мы видим, например, некоторых молодых ребят, они вот верхнюю пуговицу свой пух выставляют на улице. Да, вот такие моменты там раскрывают груди. Мы видим, например, там, вот прямо проезжая по городу, у таких ребят, которые на остановке сидят, чешут живот, приподнимая рубашку, аж они так ведут, и там тоже вот дергают волосы, которые выросли на животе. И точно так же, и вот сейчас аж в моде говорят, такой не у мужчин, конечно, это в моде, это у совсем других людей в моде, это одевать штани так, чтобы они висели, чтобы чуть-чуть сзад видно было, когда человек нагинулся. Что говорит? Говорит о том, что у этого человека одно место чешется. Вот об этом говорит. Поэтому мы хотим сказать, мужчина, который мечет ходит, ему не стоит это одевать. Это вообще нельзя. Это нельзя, это позорит мусульман. И этот человек, как мусульманин, тоже никто. Почему? Потому что он делает то, что делали люди, которые совершали очень позорный, мерзкий грех. И дальше больше там много, что говорится об этих, вот об их привычках, вплоть до того, что эти люди, жители Содома и Гаморры, там, они вот устраивали петуши, и собачьи, и так далее, и так далее. Много моментов было, но я хотел, представьте себе, если одну пуговицу открыть, он человек становится похожим на них. Когда целиком человек, буквально там, шорта ходит, а эти шорты же не у всех тоже, которые колени закрывают. А этот человек, который мусульманин, который якобы закрывает аурат, он умножает количество тех людей, которые, например, показывает аурат. Да, у того чуть короче, у него чуть длиннее, но тем не менее, он поддерживает этих людей. А Пророк, саламу, его хадис гласит, манташат багабиркаум мин фаху аминхум. Человек, который похож на кого-то, он из них. Он из них. Человек, который одевает шорты, он умножает группу тех людей, которые показывают аурат из мужчин. То есть, умножает группу людей, которые, например, там в свое время были гомосексуалистами, которые были, эту группу. Раз он из них, судный день, среди них тоже станет. Это же нам не надо. Пусть Аллах даст разумом. Амин. Амин. И еще раз Амин. Да одарит Аллах нас разумом, чтобы мы могли отличить хорошее от плохого и следовать истинному пути и заслужить удовольство Всевышнего. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!